Второй из плодов гениальности этого великого имама – постижения и науки, в которых он проявил оригинальность и совершенство. Если рассматривать показания людей, которые свидетельствовали о его знаниях и постижениях, то можно найти в них много общего. Все они указывают на то, что этот имам изобрел что-то новое на уровне основ, в первую очередь, а также на уровне детального аргументирования. То есть, например, Абу Нуайм говорит, «Аш-Шафий, да смилостивится над ним Аллах, составлял книги и углубленно изучал знания». Аль-Фадли بن Зияд говорит, «Ахмад посещал собрание Аш-Шафий в Мекке и научился от него углубленно изучать знания и разговаривать, как курайшиты». Обратим внимание на это выражение и слово «углубленное изучение». Хусейн аль-Карабисий говорит, «Что я могу сказать о человеке, который вложил в уста людей книгу Аллаха, сунну и единогласие?» Мы не знали, что такое книга Аллаха и сунна, мы, те, кто были до нас, пока не услышали от Аш-Шафии, что такое книга Аллаха, сунна и единогласие. Возникает вопрос, разве может быть так, что они действительно не знали, что такое книга Аллаха, сунна и единогласное мнение ученых? По ходу изучения сущности знаний Аш-Шафии и его достижений мы поймем, что Аш-Шафий дал людям возможность использовать их, как доводы, помог найти способы и выходы к тому, чтобы приводить их в качестве аргументов. Потому слова аль-Карабисий в точности описывают это. Что я могу сказать о человеке, который вложил в уста людей книгу Аллаха и сунну? Они были в сердцах людей. Но люди не настолько искусно владели ими, чтобы говорить об этом или приводить их к доводам. В области основ фикха, усуль-фикх, Аш-Шафии… Не стоит даже упоминать то, что Аш-Шафий первый, кто начал абстрактно писать об основах фикха. Имам Ахмад ибн Хамбль говорит, «Мы не отличали насих от мансух в сунне Пророка ﷺ. Общие положения от частных, итоги от деталей, пока не стали сидеть с Аш-Шафией». Насих и мансух – общие частные положения, итоговые и детальные решения. Из этого всего они знали только то, что этот хадис относится к этому, а этот аят относится к тому и так далее. Однако Аш-Шафий писал в «Ар-Рисаля» и других своих книгах о практике, основах и неясностях, таким образом расширяя их знания в разделах усуль-фикх. Потому о нем говорили, что он расширил знания и научил людей углубленно изучать знания и вложил их в уста. Подобное говорил и Абу Саур. «Я посмотрел на него, я посмотрел на него, а он оказался юношей. У него был резкий язык». Я слышал, как он говорил, «Аллах, Свят Он и Велик, говорит в исключительной форме, имея в виду общую, и говорит в общей форме, имея в виду исключение». И я спросил его, «Насмилуется над тобой Аллах, а что значит исключительная форма, под которой подразумевается общая, и что значит общая форма, под которой имеется в виду исключение?» Мы не отличали исключение от общего и общее от исключений. И он разъяснил нам это и привел примеры. Аш-Шафий привел примеры Абу Сауру, чтобы указать ему на смысл этих терминологических конструкций в уссуль-фикх. Абдул-Кадир Аль-Курайши говорит в «Табакат», «Аш-Шафий изобрел раздел в науке, который не был известен людям до него». И эта наука – Насих и Мансух, отменяющие отмененные положения. Можно найти множество показаний, которые указывают на то, что Аш-Шафий изобрел эти науки и изобрел эти постижения. И что он также изобрел для ученых разные системы и науки с определенными границами и устоями, которые позволили им говорить ими, защищать их и приводить их как доводы. То же самое относительно основ хадиса, несмотря на то, что Аш-Шафий не особо расширял свои знания относительно передачи хадисов, подобно хадисоведам. Но у него были достоинства перед ними, ибо он установил для них основы хадисоведения, так же, как установил основы фикха для факихов. Аль-Байхаки – нет необходимости упоминать о его положении в науке хадисоведения. Он говорит, в его книге Рисаля и других книгах по хадисам есть разделы, которые не были известны ранее. И многие, кто говорил позднее на эти научные темы, заимствовали это у него. Пролистывая книги по мусталиху аль-Хадис, терминологии хадисоведения, ты увидишь в них много важных вопросов, которые впоследствии заимствовали те, кто писал на эти темы. И не только по терминологии, но и других науках, о которых писал Аш-Шафи и рассматривал в своих книгах. Аль-Хатыбуль Багдади и говорит, его речь, то есть Аш-Шафи, в основах, решениях Мурселя и Маусуля, отличиях между текстами и упоминаниях общих и частных положений – это из того, о чем не говорил Абу-Ханифа и многие другие из предшественников. Также к вещам, которые изобрел Аш-Шафи, или которые относятся к нему, то есть в чем он проявил первенство, это то, что связано с ведением спора и дискуссий. Аль-Навави, да смелуется над ним Аллах, рассказывая о книге Аль-Ум, говорил, если всмотреться во многие дискуссии, приведенные в ней, то справедливо и честно можно отметить, что такие темы рассматривались впервые. И даже в деталях выведения новых вопросов и аргументаций можно увидеть, что Аш-Шафи опередил людей во многих понятиях, которые оставались неясными для них. Аш-Шафи поднял эти темы и начал говорить о них. Если просмотреть дискуссии, приведенные Аш-Шафи в своих книгах, то можно заметить, что его противники признавали это, и то, что он приводил ему в доводы то, что было непривычным и неизвестным для них. Также это касается области составления книг, то есть приводятся показания людей, свидетельствовавших о том, что он опередил других в написании книги Аджизи, о которой ранее никто не писал. Возможно, причиной тому стало то, что он проработал судьей в Наджиране, и ему вживую приходилось выносить решения для христиан, живущих под защитой мусульман, христиан Наджирана. Это помогло ему составить книгу на данную тему. Книга соревнований по бегу и стрельбе. Аль-Музяний говорил, если бы мы понимали все, что говорит Аш-Шафи, то мы привели бы от него много знаний. Однако мы многого не понимали. На своих собраниях Аш-Шафи использовал еще более высокий уровень языка, чем в своих книгах. Некоторые его ученики говорили, клянусь Аллахом, его уровень языка в разговоре был намного выше его уровня в письме. Аль-Музяний говорит, что один человек сказал ему, то есть Аль-Музяний, Абу-Ибрагим, продиктовал ли тебе Аш-Шафи свою книгу «Совершенствование, побегу и стрельбе»? Он сказал, да, мы не знаем никого, кто опередил бы его в этом. Мы потеряли много знаний, которыми владел Аш-Шафи, однако мы не все понимали и упустили многое, и его застала смерть. То же самое можно сказать о его книге «Сражение с теми, кто вышел против правителя». Главное, одним из плодов гениальности этого имама является то, что он изобрел несколько наук и знаний на уровне основ и второстепенных вопросов, которые не были известны ранее. Возможность изобретать появилась у него благодаря тем элементам гениальности, о которых мы уже говорили. Тут следует упомянуть кое-что относительно оригинальности Аш-Шафи. Когда ты будешь читать книги Аш-Шафи, то не удивляйся тому, что там все знакомо. Читая Аш-Шафи, ты встретишь много знакомого, которое знакомо тебе только потому, что ты уже читал книги тех, кто следовал поступам Аш-Шафи. Однако, если тебе интересен уровень оригинальности его книги Аш-Шафи, то лучше сравни ее с книгами, которые были написаны в его время или ранее, чтобы понять превосходство Аш-Шафи в написании книги Аш-Шафи. Более того, в вопросах основ, которые приводятся в Рисаля, а также в книгах, написанных после нее, ты увидишь, что Аш-Шафи отличался своими разъяснениями, подробными доводами и точными выражениями. Он не был подобен многим, кто был после него, и не выбирал выражения ради красивого слога, а приводил в доводы только веские доказательства. Выражения Аш-Шафи были точными, а доводы сильными. Читая Аш-Шафи, чтобы обнаружить и ощутить его оригинальности и созидания в основных и второстепенных вопросах, ты непременно должен попытаться войти в ту научную атмосферу, в которой мысленно пребывал Аш-Шафи, для познания научной разновидности дополнений, внесенных им. Такое же можно сказать и относительно смысла в аятах в книге Аллаха Свят Он и Велик. Он написал книгу о заповеди Корана, но, к сожалению, не завершил ее. После него Аль-Байхаки написал книгу о заповедях Корана, в которой он включил слова Аш-Шафи и все, что он рассказывал об аятах Аллаха Свят Он и Велик. Читая подобную книгу, представь себе, что многие идеи, которые затрагивает Аш-Шафи, были затронуты впервые. Представь себе также, читая книгу Аль-Ум, что многие сообщения и понятия, которые привел Аш-Шафи в данной книге, не были достаточно хорошо разъяснены и ясно аргументированы до него. Чтобы понять гениальность и творчество Аш-Шафи в деталях его слов, постарайся избавиться от привычного тебе. Постарайся войти в атмосферу того времени и подробно узнать о вкладе, который внес этот великий имам. Канал Голос Истины. Работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама. Субтитры создавал DimaTorzok